Сильное занятие у нас сегодня проводят у нас специалисты в области дзюдо Корсов Роман Георгиевич Китинан Дзюдо и Макаран Владислав Александрович Китинан Павел Китинан Дзюдо. Смотрите, учитесь, что приведется. Все будет очень полезно. Будем участвовать везде. Так, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Евгения за приглашение. Мы с Евгением, с вашим учителем отчества Николаевича. Я все время его Евгением называю. Евгений Николаевич, мы знакомы, вот мы уже посчитали, 20 лет будет, вот скоро. Поэтому мне очень приятно. Но я первый раз веш-короле. Евгений Николаевич много раз приезжал в Москву к нам, вот мы общались, а я первый раз. Поэтому мне очень приятно. Что хочу сказать. Наш приезд в Яшкар-Алу, это входит в проект тур по городам России. И называется он «Боевые искусства, здоровье, сберегающие технологии». Ну, наверное, уже в названии понятно, о чем конкретно я буду говорить. То есть, я использую боевые искусства, в частности, дзюдо, которые я изучаю, с точки зрения здоровья, сбережения. То есть, родился здоровым и умер здоровым. Просто, ну, как говорится, бензин кончился, уже забыли заправить, и вот так произошло. Вот. Использовать боевые искусства для того, чтобы улучшать качество своей жизни. Боевые искусства имеют различные, так сказать, образы. И мы можем использовать их в разных качествах. Допустим, боевое искусство можно использовать в качестве соревновательной деятельности, в качестве самозащиты, а также в качестве здоровья, сбережения. Вот как раз мы сегодня, точнее, я покажу, как можно использовать упражнение дзюдзюцу, ну, и в контексте дзюдо, как здоровье, сберегающие технологии. Вот. Владислав, он сам расскажет, что он хочет делать. Человек-мородственник, опытный творец. Так, ну ладно. Все. Начнем. Что хотел сказать? Вот мы проехали несколько городов сейчас, до приезда к вам, и во всех мы говорили об одном и том же, а вам я хочу еще дополнить, так сказать, потому что в тех городах мы об этом не говорили. Одну интересную мысль. Значит, мы рождаемся в каком положении? Лежачем. Ну, ребенок рождается, он как бы ходить не может, ползать не может, ничего не может, правильно? Он лежит. Потом у него чего начинается? Он начинает изучать мир, да? Руками двигать, головой, потом начинает пытаться встать и так далее и тому подобное. И выходит в прямо стоящее состояние и начинает уже двигаться. Дальше изучать мир. Вот один из моих приятелей, который изучает тоже боевое искусство, он как бы мне эту тему подтолкнул, меня на эту мысль. И мы сейчас делаем разминку, исходя из этого контекста, как говорится. Мы родились и потом поднимемся наверх. Найдите свободное место. Мы рождаемся. В каком положении мы? Угрожа. Да? Родились. Вот мы лежим. Вот так. Вот мы лежим. Все, мы родились. Ага. У нас пока ничего не шевелится, да? Ну как бы сердце бьется, но мы родились. Так. Окей. Теперь что у нас пошло? У нас пошло, значит, мы начали поднимать руки. Оп. Вот мы можем вот так ручками подшевелить. О, что у нас такие? Руки у нас шевелятся? Все понятно. Мы уже вот изучаем мир. Окей. Потом у нас начали... Чего ноги, да? Ноги мы начали тоже смотреть. Чего у нас ноги? Так, хорошо. Теперь у нас голова поднялась, и мы смотрим тоже, что у нас там творится? Налево-направо, наверху, вверх-вниз. Вот так, так, так. Потом мы... Что у нас произошло? А потом мы начали лежать, думаем, так, а ну-ка, что, мы можем направо перевернуть? Направо повернулись. Можем на левый? На левый. Ну то есть мы начинаем исследовать мир вокруг нас. Мы же еще не начали ходить, мы как бы дети. Вот. А потом мы начали, что делать? Потом мы начали переворачиваться на животик. Помните такую проживку, да? Дети переворачиваются на животик. А теперь обратно перевернулись, а теперь в другую сторону животик. Вот. Такие перевороты. Влево-вправо на живот. Отлично. Влево-вправо. Таким образом мы немножечко вот и подготавливаем организм, да. А потом что у нас начинается? У нас начинается, мы пытаемся встать, да? Ребенок начинает из лежачего положения пытаться встать. Он встает, там, там, и ложится, да? Он там смотрит, чего там у него. Там опять, там, непонятно, в одну сторону, вот он может и в другую. То есть он начинает опять изучать мир уже в более вертикальном положении. Из положения горизонтального он начинает вертикально. Так, так, так. По тому, что он начинает, он пытается встать. Он пытается встать на ноги. Чуть-чуть сюда можете закрутиться. Вот. Можете вот сюда закрутиться, там, шахту какую-то. Свободен. Что он начинает делать ребенок? Ну, вспоминайте, вы же дети, я же уже старый, как говорится. Вот. А вы дети. Вспоминайте, как вы были детьми, забыли уже, да? А как мы можем изучать боевые искусства, вообще любое искусство, если мы забываем то, что нам дают? Нам сказали 2 плюс 2, 4. Мы стали изучать те ремки фагуры и забыли, что такое 2 плюс 2. Вспоминайте, память должна у нас вырабатываться, да? Что? Вспоминайте, вы дети. Вы родились в таком положении. Начали изучать мир и следовать. Потом мы начали подниматься. Потом ребенок что? Он встает вот так. Он начинает на четвереньке вставать, потому что ему надо вертикальное. Человек называется прямоходящее животное, да? Он должен встать. У него заложено генетически. Он так начинает, да? Вот. Все. Мы также можем вот так ложиться и начинать потихоньку вставать, да? Это все естественные природные действия. То есть мы, в принципе, не ломаем природу свою. Вот такая идея. То есть мы начинаем подниматься. И таким образом мы вот изучаем мир вокруг нас. Все эти действия, они в конце концов дают положительный эффект для нашего здоровья. Вы сейчас, может быть, не совсем осознаете, но все эти действия, они в дуэльной степени относятся к нашей профессиональной деятельности, изучению боевых искусств. Хорошо. Теперь что мы? Когда ребенок достает на четвереньке, он пытается что? Он пытается встать на ноги, да? Он так, там ножку одну поднимает, да? Так. Мы опять-таки можем все это крутить, да? Мы можем сюда опять на спину ложиться. Сюда начинать переворачиваться. Сюда начинать. Вот мы начинаем пытаться. Мы все вращения делаем. Мы на живот, да? Сюда, да. Вот у нас все наши вращения, которые у нас и есть в наших боевых искусствах. Все. Техника лежит. Смотрите. Это же все относится к технике лежит. Вот она. Руки-ноги двигаются, правильно? Мы начали с вами с лежачего положения. Дальше уходы, перевороты сюда. Уходы сюда. Уходы сюда. Вот, ну все. Оно с природой нашей связано. Потому что все техники, которые есть сегодня в боевых искусствах, они связаны с природой человека. Наблюдали за животным, миром, и оттуда вытаскивали техники. Дальше что ребенок делает человек взрослее? Начинает что? Вставать. Ну, когда мы, ребенок встает, его начинает немножко шатать. Да? Он встал. Оп. Опять там может присесть. И мы опять можем это все... Мы можем опять все это маневрировать. Мы можем опять маневрировать. Выходить в положение стойка, в положение парта. Да? И вот таким образом мы разминаем тело. Мы выходим из этого положения. Сюда. 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 Так. Хорошо. Все. Теперь мы встали. Уже мы в вертикальном положении. Мы дошли до уровня, который нам нужен. Ребенок из положения лежа встал в положении стойка. Но он еще не умеет ходить. И он начинает исследовать мир с помощью ходьбы. И мы начинаем двигаться. Мы двигаемся вперед. Сначала ребенок начинает двигаться вперед. Но, если вы заметили, у ребенка, который двигается вперед, у него руки тоже вот здесь. Потому что он баланс. Чтобы равновесие. Но это, помимо этого, еще и, так сказать, тоже исследуем мир руками. Мы за стеночку держимся, да? И так далее. Здесь мы вот за воздух. В боевых искусствах это тоже важно. Если у вас руки здесь внизу, вы не можете, как бы, исследовать пространство вокруг вас. Если ручки мы держим здесь, мы всегда готовы поздороваться. Здравствуйте. А если ручки здесь, с нами поздоровались. Здравствуйте. Ну, вот так. Естественное наше движение человека. Куда? Вперед. Лицом. Правильно? Это естественно. Мы привыкли до такой степени, что уже можем это делать даже, когда нас разбудили быстро по тревоге. Подъем, мы встали и пошли. А неестественное движение наше? Да, движение спиной. Неестественное. Мы не делаем это практически. Мы очень редко. Но это очень полезно. Движение назад. Двигаемся спиной. Вот мы сейчас немножко подвигаемся спиной с вами. Смотрите. Попробуем, давайте, вот так, от этой стены. Вот так. Подвигаемся спиной. Спиной сюда подвигались, развернулись. Обратно. Да, хорошо. Вот, смотрите, мы подвигались с вами спиной. Если мы идем вперед лицом, мы все видим. Правильно? Спиной нам тоже надо все видеть. Поэтому у нас должна вращаться голова влево-вправо. Мы должны не просто двигаться бездумно, а мы должны смотреть, что у нас слева, что у нас справа. Вот тогда мы можем двигаться спиной и смотреть еще за спиной. Вот такое вот упражнение тоже поделать. Вот мы двигаемся спиной, и посмотрим. Вот, чтобы голову отворачивать, так, чтобы она не закрутилась у вас. Потому что если закрыться, здесь не что-то. Головно-морка, которая будет крутать. Свою чуть через левую, через правую спину. Вот. А почему руки у нас вот здесь перед собой? Ну, это тоже наша профессиональная деятельность, да? Если мы боевые искусства изучаем, мы руки здесь держим все время, ну, контроль. Вдруг дерево будет падать. Руки здесь мы не успели остановить. Руки здесь мы всегда готовы дерево остановить. Так? Вот. Ну, поэтому ручки здесь держим. Укрепляем. Ключевой пояс. И контроль положим. Хорошо. Так, чип вот сюда. Встаньте. Так. Теперь смотрите, что мы делаем. Это неестественное движение, но мы можем его улучшать. А еще какое у нас неестественное передвижение человека? Это передвижение боковым, да. Это неестественное. Мы по улице так практически не двигаемся, да? Вот. Но с точки зрения изучения боевых искусств, боковое передвижение очень важно. Правильно? И также для здоровья и сбережения. Для здоровья тоже важно. Мы можем двигаться вперед, мы можем двигаться назад, мы можем двигаться боком. Вот. То же самое. Мы можем подвигаться вот так. Боковое передвижение ручки перед собой. И боковые передвижения. Да, молодцы. На что обратить внимание? Всегда мы должны быть внимательными. Любому нашему действию мы должны быть внимательными. Почему? Потому что от внимания зависит качество нашей жизни. Если мы, если вы посмотрите, вот сейчас каждый, кто из вас стоит, посмотрите. Вы стоите, у вас ноги на ширине плеч. Это самое естественное положение тела. Абсолютно безопасное для нас. И для окружающих. Мы тогда умеем стоять, да? Стабильно. Непоколебимо, так сказать. Если мы ноги вместе поставим, не совсем хорошо. Очень широко, тоже не совсем устойчиво. Естественное наше положение, это ноги на ширине плеч. Поэтому, когда мы передвигаемся или вперед, или назад, у нас тоже шаг идет на расстояние ширины плеч. Ну, обычный град. Тогда у нас стабильное положение. Если мы боком передвигаемся, здесь тоже. Если мы увеличили ширину плеч, мы должны опять ее компенсировать. Мы не делаем переставной шаг, соединяя ноги вместе. Это опасно, потому что можно потерять равновесие. Поэтому мы передвигаемся. Попробуйте, внимание, просто удивительно. Попробуйте, так подходили. Чем ближе ноги соединили, тем опаснее у вас положение. Вы можете как бы упасть. Чуть шире и опять. Постановка на уровне плеч. Видишь, соединяешь ноги. Видишь, соединяешь. Не соединяешь. Ширина плеч, чуть-чуть, и опять ширина плеч. Вот соединяешь тоже ноги. Смотрите, ребята, у нас есть... Наши глаза могут по-разному вниманию уделять. И мозг. Допустим, я могу дать себе установку. Я сейчас внимание свое должен уделить на руки. Меня не волнуют сейчас, как двигаются мои ноги и мое тело. Я внимание на руки, как стоят у меня руки. Потом я внимание уделяю, допустим, телу. Меня не волнуют ни руки, ни ноги. Меня интересует тело. Потом, допустим, внимание на ноги. А когда я научился уже все это корректировать, я могу внимание общее. Называется периферическое. Вокруг всего-всего я контролирую все. То есть, для меня уже не имеет значения руки. Я уже это представляю все в многообразии. Понятно? Ну, так можно постепенно, так себя можно, так сказать, обучать. Самообучение. Вот. Хорошо. Теперь смотрите, что хотел вам рассказать. Тоже. Это опять с точки зрения здоровья и сбережения мы все говорим. Все эти упражнения можно делать постоянно, регулярно. Мы получили эти знания, и мы делаем это всю нашу жизнь. Для того, чтобы наша жизнь была какой? Более качественной. Да? То есть, меньше травм, меньше болезней, меньше вреда себе и окружающим. Вот. Теперь смотрите, что мы делаем. У нас есть передвижение вперед, передвижение назад, передвижение в округ. У нас еще есть, так называемые, передвижения круговые. Это вообще практически мы не делаем в нашей повседневной жизни, да? Ну, как бы, кругом мы не ходим. Ну, только если когда танцуем. Ну, а танцуют сейчас вообще очень редко. Вот. Ну, называется подвижение круговое, да? Мы можем вот-вот вращаться вот такими движениями, да? В одну сторону. Тоже упражнение хорошее. Почему? Потому что бессимулярный аппарат, да? Мы развиваем. Не выточнили у нас. Вот можете встать просто и покрутиться. В одну сторону. Мы опять замечаем, что у нас ноги на ширине плеч. Да? А они у нас... Это неестественно. Причем здесь мы, если на месте стоим, то мы можем также вращением перемещаться. Вот мы делаем, допустим, перемещающие. Видите? Я перемещаюсь в одну сторону, но я двигаюсь. На поделенном направлении. Понятно, что таких перемещений может быть разным. Но просто сам принцип, что мы перемещаемся, вращаясь. Да? Сам принцип. Дорога должна быть. Отлично. Молодцы. Как мы говорим, наша задача или моя задача стоит не в том, что я сейчас должен вас научить выполнять, а я просто должен вам дать некие знания. Ну, знания, то есть общее представление о том, как можно использовать боевое искусство как технологии для улучшения качества жизни. То есть потом, если вы захотите, вы начнете это применять в своей тренировочной деятельности, учителя ваши будут вам это подсказывать, или вы будете просить расширить эти знания для учителей, чтобы вам это... И так постепенно вы потом через знания умения получите, а через умения получите навык. И в конце концов вы будете использовать всю свою жизнь. Теперь есть развороты туловища у нас. Разворот. Скорее всего, вы делаете все развороты. Ну, немножечко я как бы акцент хочу поставить. Развороты у нас есть для понимания. Внутренний разворот и наружный разворот. Внутренний это когда мы через живот разворачиваемся, а наружный это когда через спину. Как мы можем разворачиваться? Если я смотрю на вас лицом, я поворачиваю себя в ту сторону. Ну, как я могу повернуться? Я могу повернуться вот так, понимаете? Но и обратно, вот спиной. Значит, если мы разворачиваемся с животом, наиболее качественно и безболезненно для нашего организма сначала повернуть ногу. То есть пальцы, ног указывают направление движения. Я повернул пальцы ног в ту сторону. И теперь у меня спокойно, вот таз идет туда, и я разворачиваю. Конечно же, вы можете сказать, что можно и вот так развиваться. Да, я с вами согласен. Но если вы попробуете вот так разворачиваться, не разворачивая предварительно стопу, то у вас немножко будет дискомфорт здесь в тазе. Вы можете заметить, вот так вот раз. Чувствуете, вот так вот, чувствуете немножко здесь какой-то дискомфорт. А представьте, если, ну, у вас еще там, ваш партнер, который там 50 кг весит, да, и вы вот так разворачиваетесь. Он давит, и здесь можно получить травму. Но если мы разворачиваем сначала стопу, то разворот получается очень безболезненный и достаточно быстрый. Вот можете попробовать внутренний разворот через живот вот в ту сторону. Мы боком становимся, стопа, пальцы указывают, и здесь будем вот сюда. Стопа, пальцы указывают, и здесь. Таким образом мы еще и развиваем дикость, подвижность стопы. Так, вот такое упражнение. Значит, ну и, конечно же, сначала мы так с вами, для понимания, да, и усиливать можно, это опять мы руки ставим перед собой. То есть у нас все вот эти передвижения могут идти с руками. Это разворот через живот. Заметили, что мы через живот начали вращаться, да? И разворот через спину еще есть. Но через спину у нас указывает направление пятка. Я могу развиваться через спину, смотрите, я могу вот сюда буду делать и туда разворачивать. Но опять, здесь у меня идет скрутка таза и сустав, болезненные ощущения. Но если я пятку начну разворачивать первую, я пятку разворачиваю, тогда у меня разворот происходит безболезненный. Первая пятка указывается, потом я говорю, мы боком становимся, боком, да. Вот, и первая пятка, вот, 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 вот. Пятка указывает, нет, через спину. Вот, пятка у себя уже, пятка указывает. Не замысловатые упражнения, они простые. И направлены все на естественные, так скажем, на естественные действия человека. Человек, кто у нас? А? Обезьяна. Человек у нас обезьяна. Да. Значит, смотрите, человек из других видов животных. Рыба. Естественное движение рыбы, это что? Плавать. Естественное движение или перемещение в пространстве птицы, это? Летать. Естественное передвижение в пространстве змеи, это? Ползать. Собаки перемещаться на четверых, на четырех опорах, да? А человек, естественное движение человека перемещаться в пространстве, это вертикальное передвижение на двух ногах. Правильно? Вот. Поэтому мы используем все эти передвижения, но расширяем понимание, что мы можем вот так двигаться, разворачиваться, так разворачиваться, да, двигаться спиной. Но это все мы как бы не меняем направление. Мы можем дополнять, конечно, и пробовать перемещаться как птица, но так, да, имитируя движение. Можем перемещаться как собака, можем перемещаться как змея, так, да, или перемещаться как, как будто мы плывем. Но это просто мы расширяем понимание. Ну, так сказать, имитация животных действий. Так, хорошо, все, с этим закончили. Давайте, садитесь вот здесь в кругу, вот так, полукруга, вот в этом тартаме, я сейчас буду показывать. Значит, есть такое... Это мы сделали как в виде разминки, а сейчас я хочу конкретно уже обратить ваше внимание. Есть такой комплекс упражнений. Он немножко модифицирован был в конце 19 века создателем школы Кадакан-Дзюдо, Канна-Дзюгора. Комплекс дзюдо-но-ката. Он назывался сначала дзюго-но-ката, это твердая мягкая ката, или нет, мягко-твердые комплексы упражнения. Потом это перешло просто в дзю, мягкие упражнения. Почему мягкие? Потому что Канна решил, что все-таки, так сказать, его мнение было такое, и я с ним соглашусь, что надо все-таки быть более... Хочешь, чтобы к тебе хорошо относились? Относись к другим также хорошо. Почему мы любим играть в баскетбол, а? Или в футбол? Нравится. Ну нравится, почему, скажи мне. Почему ты можешь играть в футбол практически 24 часа в сутки? Удовольствие получаешь. Да, ты получаешь удовольствие. Но почему ты получаешь удовольствие? Потому что ты бьешь мяч, но мяч никогда тебя не бьет. Вот это вот тоже я заметил. Вот поэтому я, когда, допустим, тоже тренирую детей, да, там, или тренировал в спортивном лагере, мы там, ну максимум внимания, там, допустим, час. Они могут изучать, броски делать. А потом скажем, допустим, сегодня свободный день, играем в футбол. Они пропали, они могут 24 часа в сутки играть в футбол. Я заметил. Мяч-то мы бьем, но мяч нас не бьет. Понимаете? Вот что фокус-фокус заключается. То есть мы не получаем какие действия агрессивные для себя. У нас нет от мяча агрессии в нашу сторону. Поэтому мы и радуемся все время. Но если мы с тобой... Можно у тебя? Ты получаешь удовольствие от футбола, а сейчас получишь удовольствие. Вот представь, ты мяч, да, и я тебя беру, все время бросаю. Но ты-то живой. Ну сколько я? Я тебе сто бросков тебе сделаю, да, ты потом скажешь. Учитель, извините, ну что же, совесть имеете, да? Дайте, я вас тоже побросаю. Я скажу, нет, я уже больной, старый. Ну-ка, я получил главное удовольствие, а тебе не дам. Поэтому, что... Спасибо. Ну я так, чтобы ты тоже в кадр попал для истории. Поэтому когда на что подумал, так, технику можно изучать, но не делать так, чтобы это было поютно приятно. И создал комплекс упражнений, которые доводят партнера до критического состояния, когда он уже практически упадает, но не роняем его, не даем ему вот этот эффект мяча, да? Когда мы его убьем, а он... Ну и также заложил основные принципы передвижения, перемещения в пространстве тела вместе с партнером. Вот этот комплекс называется дзюноката. 15 упражнений влево-вправо делается. Есть упражнение для принимающего, есть упражнение для отдающего, так скажем. Мы сегодня с вами все 15 не сможем сделать. Вот, ну я так покажу вам одно упражнение из 15, и мы попробуем его выполнить. Хорошо? Попробуйте. Вот. Это как бы для расширения знаний. Потом захотите, вот, Евгений Николаевич потеребите, вот, и может быть, он будет дальше что-то это рассказывать. Значит, смотрите, что мы сначала делаем. Вот у нас первое задание будет. Мы становимся ровным. Естественное положение. Никаких особых таких усилий тела не надо. Наша задача двигаться вперед. Значит, что мы делаем? Раз шаг. Два шаг. Три шаг. Развернулись. Чуть прагнулись. Вернули левую ногу. Левую ногу. Раз, шаг. Два шаг. Три. Развернулись. Рассернулись. Заметили? Зафиксировали, нет? Или еще покажите? Ну, еще один. Смотрите, да? Мы делаем. Один шаг. Второй шаг. Третий шаг. Прогнулись немножко вот так, сердце. Потом вот эта сзадная нога навернулась и его сходу положили. И левую ногу тоже самое. Раз, два, три. Все. Джиме и Дмитрий начинаем. Попробуйте. Найдите место свободное и подвигались. Так. Если вы успели заметить, у меня передвижение ногами шло приставным шагом. Я вперед виделся, но приставным. Мы на это не обратили внимание особо вначале? Мы делали передвижение вперед, обычными шагами, назад а в сторону мы делали приставной шаг. Вперед тоже можно делать приставной шаг. То есть я делал движение вперед и приставил ногу. Движение вперед, приставной шаг. Теперь на что обратить внимание. Я рукой указываю три уровня. Вообще во всех в нашей жизни у нас везде есть три уровня. Мы можем проследить три уровня. Это, допустим, в нашем теле. Нижний уровень – это нижняя часть тела. Средняя часть тела и верхняя часть тела. Есть техника приемов, которая выполняется внизу. Есть техника приема, которая выполняется в средней части тела и в верхней части тела. Понятно, да? Поэтому вот этим движением мы для себя в голове всегда держим. Что есть нижний уровень, рука указывает, средний уровень, рука указывает, верхний уровень. И разворачиваемся. Пробуем еще пару раздавать туда-обратно, в левую правилку. Да? Отлично. Молодцы. Молодцы. Хорошо. Ну, теперь смотрите, любое упражнение можно делать в разной степени напряженности. То есть можно делать совсем расслабленным, да? Можно делать немножко, натягивая себя напряженно. Можно делать медленно. Можно делать быстро, да? То есть все зависит от вашего личного желания. Как хотите. Понятно? Вы сами можете. Вот есть настроение медленно сделать? Делайте медленно. Быстро. Или вам учитель уже командует вами. Быстрее! Вы делайте быстро. Это уже в постановке задач стоит. Ну, здесь мы просто объясняем сам принцип проживания. Смотрите. Теперь у нас действие будет обратное. Действие назад. Смотрите, что мы делаем. Я делаю шаг назад. Видите? Если заметили, мы делаем разворот спиной. И у меня действие первое на пятом. Понятно? Спиной становимся. То, что мы шагали с вами спиной, мы делаем движение спиной. Попробуйте. Попробуйте. Спасибо. Молодцы, давайте подойдите туда, а теперь смотрите, просто внимательно посмотрели еще, мое действие вперед вот так рука шла, а теперь смотрите действие назад, на руку посмотрите, на ноги вы обратили внимание, перед на руку, на руку попробуйте сейчас исправить эту ситуацию с рукой не смотри, я на третий царю да пищи пояс не смотри, я на третий царю хорошо, молодцы, все отлично получается что мы сейчас делаем, мы сейчас сделаем с вами вот такое упражнение мы сделаем шаг вперед, один и сразу рука пойдет вверх, смотрите мы сделаем шаг вперед, сразу рука вверх и встанем вот в это положение это раз, а теперь мы развернемся спиной в обратную сторону сейчас покажу все видно, да? хорошо смотрите я стою вот так я делаю шаг вот этот, финальный то есть не буду сейчас три шага делать, а сразу рука вверх, в верхнюю углу развернулся теперь моя задача развернуться спиной ну, через спину но, посмотрите уже в ту сторону знаете, что я делаю теперь в другую сторону также я разворачиваюсь и завершил теперь левую руку спиной мы разворачиваемся, что первое у нас делать действие? пятку указываю, смотрите, я вот, видите, пятку указываю действие, да? теперь я делаю шаг вперед и поменял руки теперь я в другую сторону возвращаюсь в исходную позицию и опять пятка и вернусь запомнили? ну, попробуйте попробуйте да, 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 правильно, правильно, правильно так да так видишь, уже шаг вперед вот и обратно так заход так так вперед и вернусь вперед и вернусь так так вперед и уединяйте сразу У нас все движения у нас ногами идут, шаг назад, шаг вперед, шаг назад, шаг вперед. Матэ, давай быстренько еще пройдем, что у нас происходит? У нас есть шаг вперед, разворот, теперь у нас есть шаг назад, опять шаг вперед, разворот, шаг назад, опять шаг вперед, разворот. И в исходную позицию. Понятно? Хорошо, на этом закончим. Ну просто запоминайте. Теперь смотрите. А теперь у нас действие будет другое. Мы сейчас делали разворот спиной. Мы так становились, и вот у нас разворот был спиной. Я вот в эту сторону разворачивался, видите, спиной. А теперь мы первое действие начнем разворот лицом. Смотрите, что я делаю. Я вот сюда вот, вот это действие, которое у нас было, выхаживаю. А теперь у меня разворот будет через живот. Я ногу пальцы указываю, да, на правильном направлении. Я указал. Теперь у меня сюда, раз, и развернулся. Теперь отсюда я пальцы указываю и возвращаюсь обратно. Раз, вернулся. И так, посмотрите. Я делаю действие назад, сюда. Теперь у меня действие какое идет? Я разворачиваюсь в сторону верхней руки. Пальцы. Сюда. 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 Теперь в обратную сторону. Пальцы. Сюда. Сюда. Попробуйте, с ним стоять. Так, да. Кто поставший? Да, молодец. Да. Да. Ну, 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 я не... Все время есть метра, руки, не на ногу идет. Так, да. Теперь мы отсюда возвращаемся. Мы идем туда. Раз. Теперь сюда. И поменяли. Отлично. И вернулись. И теперь другое. Другая автология начинает идти. Сюда. Отдевались. И начинаем разворачиваться в сторону. Сюда. Сюда. Отсюда. Вот что идет? Шапка, запахи. И поменяем. Теперь у нас наоборот. Мы опять пройдем. Сюда. 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 И мы возвращаемся в сторону. Все. Выгодно. Зависло. Ну, молодцы. Значит, смотрите. Конечно же, понять это упражнение частями сразу очень тяжело. Теперь мы соединим одиночное упражнение в парное упражнение. Вот для этого мне поможет Владислав Аккар. Что мы с вами делали? Так. Оттуда всем видно, да? Да. Отлично. Значит, у нас был один, кто отдает. Второй, кто принимает. Правильно мы делали упражнение? Значит, то есть отдается кто, кто и движется. Что мы делали? Вот смотрите, я стою. Расстояние возьмите приблизительно 2 метра. Ну, вы все здесь уже достаточно большие. Просто кто маленький, идите, им надо расстояние брать 1,5 метра. Потому что иначе шаги не дойдут. Знаете, что мы делали? Вот 2 метра расстояния. Я начинаю двигаться в сторону Владислава. Я иду. Первый шаг, нижний уровень. Вот для меня понимание, что есть работа с нижним уровнем. С средним уровнем. И вот у меня идет верхний уровень. Если стоит мой партнер, то я делаю усилие на него. Что делает мой партнер? Он отрабатывает то, что мы отрабатываем. О, это передвижение. Но здесь хватает рук. Вот это сейчас пока первично вот это сделаем. Смотрите. Все видно? Сейчас мы еще развернемся. Или вот сюда чуть поближе. Откуда-туда. Может быть не так. Смотрите. Ич. Ни. Сами. Вот так вот. То есть мы делаем, видите, что делаем? Шаг назад. Сюда. А я иду на него. Попробуйте. В парах дадите себе партнера. И поделайте. Сначала левый, правый. Один принимает. Один отдает. Левый, правый, другой. Поднимает. Один отдает. Все можете самостоятельно. Добавил субтитры. Спасибо. Спасибо. Добавил субтитры. Спасибо. Спасибо. Добавил субтитры. Спасибо. Добавил субтитры. Спасибо. 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 Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. А мой партнер, который принимал меня, он делал разворот через живот. И в этот момент я перехватываю руки и его перехватываю. Теперь он делает разворот через спину, возвращается и разворот через живот. Давайте еще. Значит, по поводу перехватов рук, это мы еще раз акцент на это сделаем, а сейчас просто чуть вперед привесу. А сейчас еще раз, чтобы мы увидели разворот. Помните, мы с вами делали, да? Я, кто шел вперед, он разворачивался у нас через живот, через спину, а кто принимает, разворачивается через живот. Вот я начинаю действие. Один, два, три. Меня перехватили, немножко тяну туда. Я вот как его разворачиваю. Теперь я начинаю делать разворот в сторону вот этой руки, но через спину. Сейчас даже можно, в принципе, не напрягать, захватывать, то есть не надо это сильно крепко держать. Я сюда разворачиваюсь, а мой партнер разворачивается через живот. Я перехватил его ручки. Теперь он разворачивается через спину, а я разворачиваю через живот. Попробуйте, как у вас получится. Спасибо. 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 Если я не молоден, но ем, я могу навредить своему организму. Дальше. Я иду только тогда, когда мне надо идти. Я сплю тогда, когда моему организму нужно спать. Вот это все, в принципе, заложено в изучениях дуевых искусств. То есть, если идея вот в чем. Я включаюсь. Значит, если мой партнер идет в мою сторону, но вектор его движения вроде бы в мою сторону, но мимо меня, вот он идет. Нет, просто вот и делается. Нужно ли мне что-то сейчас бежать к нему и что-то делать? То есть, если дерево падает, и вы видите, что оно падает мимо вас, зачем вам что-то делать? Нет необходимости. Если дерево, вы видите, что оно падает, и оно падает на вас, вот в этом случае вы что? Должны что-то предпринимать. Иначе дерево вас задали. Когда мы с вами сейчас делаем вот этот принцип, изучаем, исследуем в разрезе вот этого упражнения. То есть, если я двигаюсь к своему партнеру, и моя рука идет мимо него, он стоит просто, наблюдая за процессом моим. А если он видит, что моя рука идет на небо, тогда он уходит. Теперь он голоден, он будет кушать. А когда он уходит здесь, он не голодный, ему не надо кушать. Понятно, о чем хочется сказать? Поэтому, пытайтесь, мое действие, заставить его быть голодным. Или мое действие сделать так, чтобы вынудить его двигаться. Когда мы начинаем еще раз идти? Когда нам надо идти? Когда начинаем есть? Когда нам надо есть? Когда начинаем спать? Когда нам надо спать? Если я делаю все, что не заставляет его что-то делать, ему не надо ничего делать. Ну вот так. Поэтому мое действие идет на него. Понятно? Сейчас мое действие опять идет. Ну и так далее. Давайте вот этот маленький нюанс вы попробуете исправить в себе. И может быть у вас получится более качественно. Пару раз еще левой и правой рукой. И, наверное, я на этом закончу. Нет, нет действий. Ты что-то остановился здесь. Он может просто выглядеть так. Через 3 час сделаешь, и рукав не доплыли. Вот в этом случае мы только должен быть. Продолжение следует... 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 Результат наш – это смерть противника. Если соревновательная деятельность, наш результат – это победа над соперниками. С точки зрения моего принципа здоровья и сбережения, результат мой – это практиковать с Владиславом до 150-350 лет. Он мне дает свое здоровье, я ему даю свое здоровье. В результате всеобщее благополучие. Ну, максимум. Но давайте немножко, все-таки молодые люди, хотите крови и зрелищ. Ну, говорите, а кто радуется все время? Вчера был праздник, 9 мая, да? Радуется кто? Победители. Кто остался жив? Кто мертв, уже не радуется. Ну, так получается. Ну, давайте. Сейчас я буду радоваться, а он не будет радоваться. Значит, вот я к нему шел, да? Если бы, значит, он не защищался, да? Он же делает защиту, это тоже один из принципов боевых искусств. Я нападаю, он защищается. Если он не защищается, я его протыкаю. Ну, он повержен. Значит, он делает защиту. Теперь смотрите, он защитился, да? Он все, защитился. Он ушел с линии атаки. Видно всем? Он ушел с линии атаки. Значит, значит, что происходит? У меня здесь все оголено. Ну, с точки зрения боевого искусства, да, сам защита. У меня здесь голое все. Значит, он может уносить любые удары, готовность. Бах, бах. Ногой, рукой, куда угодно. Бросковую технику. Ломать руки. Что угодно. Все. Он защитился, чтобы сразу сделать мне атаку. Я понимаю, что если он профессионал, после его защиты должна молниеносно следовать атака. Иначе просто он проиграет. Потому что такая закономерность. Моя задача сейчас, я понимаю, что я в опасном положении. Моя задача сейчас что сделать? Защититься. Правильно. Кто сказал? Все. Черный поиск. Защититься. Вот. Но моя защита должна идти с последующей атакой. Я делаю что? Я делаю защиту. Я ухожу в ту сторону, где будет наименее опасно мне. Я вхожу в него. Почему я сюда вошел? Для того, чтобы сделать атаку. Он меня держит здесь крепко, эту руку, да? Ну, пускай держит. Я вот сюда делаю. Значит, теперь, ну, он-то понимает, что я вошел не просто с точки зрения защиты, а с точки зрения атаки. Он хватает мою вторую руку, чтобы я не смог что сделать? Вот этот, подожди, пустите, вот этот захват. Правильно? Потому что я должен сделать захват и туда перебросить. Он хватает мою вторую руку. И прогибает немножечко назад руки. С точки зрения биомеханики тела, если мы выведем руки за нашу ось туда-назад, все, я не могу их вперед, какой бы сильный ни был, я вперед их не сам кну. Моя единственная задача, это разворот. Ну, смотрите, если эта рука беркует внизу, разворачивается, вот как я разворачивался, с точки зрения того, чтобы вот эту руку менять, это много энергии задача. Я разворачиваюсь, минимум энергии трачу. Та рука внизу, значит, уже легче я сюда подниму. Смотрите, что я делаю. Я разворачиваюсь спиной, вот так. Теперь смотрите, если он держит свои руки, продолжает держать, то есть я защищаю, да, и ухожу в атаку. Если он продолжает крепко держать, не разворачивая свое тело в защиту, значит, что происходит. Я начинаю вращаться сюда, вот, и мы проедем. То есть я атакую сразу. Ну, то есть я делаю защиту, в последующей атаке. Он понимает это все. И здесь круговорот идет. Он понимает это все, но он начинает что делать? Он начинает защищаться и уходить отсюда. Для чего? Для того, чтобы опять-таки сделать разворот и сделать какую-то атаку. Я понимаю, что он может делать атаку, я его блокирую. Он блокируется, начинает разворачиваться. И вот этот круговорот может быть идти сколько угодно. Но в конце концов кто-то кого-то должен заблокировать, да? Вот. И в конце концов мы блокируем таким образом. Он развернулся, хочет разворачиваться, да? Смотрите, что я делаю. Рука наверху, она мне нужна. Рука внизу мне не нужна. Но я не должен дать ему развернуться. Убираю руку с плеча, ой, с запястья. Ставлю на плечо, чтобы он не развернулся. Ухожу назад. Он повержен. Почему? У него кудзуши, выведение из равновесия. В принципе, здесь мне достаточно просто... Что сделать? Куда кренол тебе? Это совсем жестко. Не, ну вот. Да. В общем, куча атак. Так. Так. Каких угодно? Ну, помните вначале, что я вам говорил? Дзюгуракана думал о чем? О том, чтобы все жили в мире. А почему? Расскажу вам историю сейчас быстренько, вкратце. Дзюгуракан изучал боевое искусство. Дзюгзюцу. Он понял, что дзюгзюцу хорошо для самураев. Да, они вассалы, они готовятся к тому... То есть, они телохранители, они готовятся к тому, чтобы их жизнь была связана с боем, да? Ну, они... Ну, кто-то из вас будет историком, художником, музыкантом. Ну, ваша жизнь не будет связана постоянно с... Вот с этими вещами. И Канн увидел, что дзюгзюцу может быть использована в других качествах. Вот о чем я вначале говорил. В качестве здорового сбережения. Так надо так сделать, чтобы все эти искусства именно к этому подходили. Поэтому он принял решение, что не доводить. То есть, мы показываем, что вот она опасность. Но я не довожу до этого крат. Тогда всеобщее благополучие. Вот. Ну, это я просто транслирую мнение Кана. Откуда он это взял? Это взял, когда он в 18-м году, в 1918 году посетил Европу. А в 1918 году что было? Закончилась Первая мировая война. Он посетил Европу и обалдел. От ужаса, который сделал человек с человеком. От ужаса катастрофы, которая произошла. Кана не дожил до Второй мировой войны. Но он, увидев это, сказал, мы и движемся к краю. Потому что сила никогда не родит... Ну, то есть, злость, агрессия никогда не родит добро и любовь. Понимаете? И он сказал, что надо переосмыслить все. Япония не послушала его. Если вы помните историю Второй мировой войны. Япония начала милитаризироваться. В результате что произошло? Вторая мировая война. И в конце концов Японию хлопнули чем? Атомные бомбы. 6 сентября. Сегодня Япония чем всех победила? Весь мир? Умом. Умом. Технологиями, знаниями. Сегодня весь мир изучает дзюдо, айкидо, карате. Кушает суши, муши, использует тойота, магнитофоны, электроника. Все, все, все. Но только опять все это на благо. На всеобщее благополучие, без какого-либо милитаризма. Круто? Вот. Они потому что переосмыслили. Они поняли катастрофу. То есть они хотели показать силу. Но просто кто-то вот так полетел и скинул другую силу. Вот такую маленькую. Киросима Нагасаки практически были стерты с лица земли. В общем, а я за миром все умеет. На этой позитивной ноте спасибо вам за внимание. Сейчас хочу предоставить слово Владиславу Макару, который опровергнет мою точку зрения. Они не сможут. Сейчас перед этим. Мы вот до конца с кем доделали? Вот это упражнение с кем я сдавал? С радостью. Ну, поделись впечатлением. Мне понравилось, когда вы там растягивали, позвонки все на место становились. Все встало на место, хотя и должно было на месте быть. Но и когда мы испытываем физические нагрузки, позвоночник испытывает тоже. Ну, давайте сейчас встали. Отлично. Забрать шахматы в порядке. Поставить левую ножку вперед. Шахматы, не надо друг другу как-то сказать, как пилюбина. Разошлись. Взяли себе пространство, сколько можете. Правда, замечательно. Шахматы, вперед, можно еще вперед подняться. Вперед, вперед. Безопасность превыше всего. Хорошо. Левую ножку вперед поставить. Поменяйте на правую. И пусть не писали, поменяйте. Раз, два, три, четыре. Попускай. Еще быстрее. Еще быстрее. Посадим шинные плечи. Быстрее. Вот, ты шатаешь сейчас. А чё ты делаешь? Дышим, дышим! Хорошо, как лучше. Поставь ножки вниз. Через линию, влево-вправо, как лыжники. Представь лишь, что с горы бейте. Вдох, выдох, выдох. Сейчас слушаем. Видите, дышите как параллельно. Иногда нам не хватает не физических сил, а именно дыхания. Поэтому сделаем вдох. Отлично. Чтобы быстрее восстановиться, нужно делать выдох. На самом деле. И тогда вдох автоматический. Только у сознания сейчас не потереть. Прям выдыхаем. Всё, всё, всё. Прям всё выдохнули себе. Всё, проверки, все хорошо. Левую ножку поставили вперед. Руки. Помните, держали руки? На лодке все плавали. Ну, кто не плавал, тот везде ходят. И теперь вперёд. Пальцы разгибаются. Назад, как на верстах. И кричит. Ха! Ха! И! Ха! И! Даже так кричит. Попёр испугался. Ха! И! Ха! Ха! И! 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 Соедините ладошки. Верхний, средний, нижний. Присоединяйте. Правая. Ильца! 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 Вдох. Хорошо, выше тебя. Ильца! И заключительная часть. Мы делаем. Руки раскрываем. Тянемся. Насыщаем все тело кислородом. Соединяем пальцы с креста. И вниз выдавливаем из себя отработанный воздух Еще раз Хорошо, сели круглым носили Ну, круглым, пол, круглым Итак, синдзя В Легонии сидят так, в стульях Ну, стулья есть, сейчас у нас в стульях сидят Ровненько Вы посмотрите, кто как сидит Кто-то, кто-то Попробовали сестру Плечи проставили Вот если вы так сидите, то фотография красивая получится Если тренер вас сфотографировал, как вы стоите, такие у стенки То не очень фотогенично А если вы так, то да-да В интернете все красиво Дальше, это синдзя Мы сидим Если мы сидим на пальчиках Это называется суареваза Так как в обуви очень много ходит, поэтому Нам надо пальчики эти размять Там очень много точек находится Сидь за суареваза Сидь за суареваза Пока вы разминаете пальчики Подумайте, центр тяжести Кузуши всегда делается борьба за центр тяжести Ну, если То вы центром тяжести Своим начинаете управлять Вы его поднимаете, отпускаете Свой центр тяжести То есть вы можете, если у вас что-то болит Вы вот тело в переднем плане Если у вас все хорошо Вы ровненько сидите И вы вверх, ровно вверх Ясно? И вы заметьте Если у кого-то чего-то там Он старается больно И что-то не нагружает А вы должны целиком быть здоровыми На клепку поделать Дальше Мы научились вставать Как сейчас Некоторые встают Видели? Да сами так встаете Я сейчас порекомендую вам Вставать на пальчики И вот макушка, как будто вы вырастаете Раз Не ногу вставить А тянуться вверх Через нос А нога автоматически просто И красиво встали И красиво встали Раз И красиво встали Понимаете? Ну попробуйте Тяшева над суваль и воздух Тяшева над суваль и воздух Сами красиво Вставали, посадились Не-не-не Ну, все, потом сами умируетесь Хорошо Это один способ Опуститься на землю И другой способ У полежи, примили все Не-не-не, сначала вставим Всё, юфордио уже вставим Здорово, вставим с ноги Отлично Чтобы просто понимать Мы сейчас сделаем одну ногу Одна нога у нас Мы стояли на решении плеч У нас две ноги Дети все приседают Когда раз, вы присели Вам уже хорошо устойчиво Поставили руки и выпрямили ноги Раз, ну и уже там отжимаетесь Без разницы И вставили И макушка опять И тогда вы встаете Мокурлёжа экологично Посмотрите А это так нельзя показывать Почему? Потому что на видеокамере можно меня посмотреть Отрывок скажет Нифига он нечет это самое Отжиматься Понимаете? И если вы обладаете уровнем Отделять правильные действия от неправильных Тогда можно Если Малышам так показывать нельзя Они будут это повторять Это Ну Я посчитал, что мы взрослые Уже такие Понятно? Тренерам нельзя показывать неправильно Дети сразу Потом не выше бежат Но если кто-то старше То им можно показать разницу Чем ребенок отличается И поэтому давайте сами попробуем Раз Там Как на тебя отжарься И вставим И делайте И делайте Я вам показал Одно Отлично Чуть-чуть Поотжимались Молодцы Потрясли здесь Так как вы плотно стоите Поэтому я бы Сейчас Просто смотрим Ну Как бы я бы показал Так Беда Чуда Зуда Но так как вы плотно стоите То руки Надо чтобы они Встретивали Они Являются Восстановительными То тогда перед собой Вот как мы делали Раз Нижний уровень Средний Верхний Понятно? Ну то есть просто чтобы руки отдохнут Сейчас еще одно упражнение покажу И потом перейду Тоже с тренером Вот заперсти Мы же говорим Так тренируемся Так, так Вилочки Отжимания И вы посмотрите Вот физиологично У нас Не люблю когда все объясняют Лучше Показал сделай Показал сделай Вот рука так сгибается Если она вот То Понимаете больно? Ну вот Чем больше я буду Пальцы вот эти средние Вперед Локоть значит должен смотреть назад Если у меня локоти стоят Смотрят Вот я отжимаюсь И чем больше я отжимаюсь Тем быстрее у меня суставы сносятся Больше хорошо? Хорошо Но не всегда Поэтому Если пальцы смотрят вперед То локти Должны смотреть назад Если мы конечно тридцать в странице Но если вы захотите тренировать Чуть-чуть другие мышцы То тогда вы должны Пальцы развернуть сюда И у вас тогда локти будут в сторону Но запястья не будут приказ Понятно? И если уже вы Как девочки хотите отжиматься Я вообще не возражаю Вы берете Это не хорошо, не плохо Это ровно Вот спина Поставили колени И у вас нагрузка уменьшилась То есть захотите пятьсот раз Поставили колени И отжимайтесь пятьсот Чтобы мышцы больше поработались Понятно? То есть от простого к сложному От сложного к простому Вот так перетекаем И поджимайтесь Пальцы вперед Пальцы друг на друга Я столько времени потратил Стояли ровно Присели Ровно Столько времени Я разговариваю Лучше за мной Задача у меня не может показать Видишь? Они изменили позицию рук Ну и что? Они кулаки Да они видишь в какой форме Усилия нет Вот я заметил Посмотрите Я маленький Можно? Да Вот смотрите Получается так Если мы ставим ладонь открытую И у нас пальцы смотрят вперед Это так же как мы делали передвижение и разворот Да А вот и в сторону Видите что у меня происходит? Излом Но вы посмотрел Некоторые На кулаках Здесь конечно нет Здесь конечно Ну так Что так Вот Ну вот так Видите тоже постановка Должна быть Мы сейчас Владислав показал А вы делаете то что вам не давали Да А вы делаете то что у вас там Ну что сами считаете То есть я вам вообще не нужен Да То есть вы все слили за одно А вы сделали абсолютно другое Даже не то что нужно А мы говорили в начале что Внимание Увеличивает качество Обучения Обучения То есть я вам вообще не нужен Вы можете сами провести время там Вообще С пользой Как считаете нужно Но если вы Куда Это и всех касается Вот Концентрация Внимание Я вам рассказал как вставать Вы все слили Тут же прямо Почему? Потому что мы не можем Если бы мы умели контролировать Внимание там 8 минут Мы бы были гениями просто Но внимание у нас как у рыб там 3 секунды Вы понаблюдаете О Отвлекся О Это Здесь почесалось Я вот сам даже почесал на камеру Думаю О на камере буду Чесаться весь Хотя я должен Вас всех 18 19 20 человек контролировать Что мы преподаем Я должен Вас Ну Должен Мне не нравится слово Но хотя бы всех держать в фокусе внимания Чтоб никто не это самое Не расступился На тут разница Так Как звучит Как Влать Ох! Ставите середину Загадывайте желаем Слева справа Хорошо Теперь Пол упражнения Мы садимся в суваре ваза И вот такой как бревно сверху падает, как упражнение И бьешь меня там по голове, аккуратно Бум, ну давай бери хотя бы Бум, отлично Если еще чуть посильнее шишки будут появляться Все видно там, да? Видно? Ну да, давай И сто процентов населения подставит руку Но если будет вместо руки какая-нибудь арматурена Триндец руки, как бы я ее не набивал, как бы я не тренировался Но на начальном этапе это все нам все равно И желательно усилить и рука, и нога Ну уклонился, я не учиться сломал, без разницы То есть нужно самому с линии Вот если дерево уже взяли тогда, у него ветки есть Вы в сторону ушли от ствола, а веткой вас срубило То есть результат плачевный Хотя мы все правильно сделали, вы в сторону, отошли мы там И вот с ногой, раз Ну молодец уже, да, лучше Давай, с ногой Ну и рука, и нога, да Я мимо, и просто мимо, мимо Как хотите, без разницы, иду бы, давай, чтобы гармоничнее То есть я мимо должен И вот Просто упражнение, мы сегодня учились там со спины на живот Сейчас, если он на животе тоже хорошо, но у меня атаковать его проще Надо Сейчас доберемся, да Давай еще Разная нога, разная рука тоже хорошо Но зато, видите как Давай, вытаскивай 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 О! Легче стало? Да Давай клуб отверни О, еще легче стало Стопы не видно Дальше Ну и рука там На всякий случай Мы же здоровье и сбережение Просто упражнение Понятно, что затылок там все это есть, что здесь все есть Здесь все есть Просто Для него комфортно лежать, а не скрученным, завязанным Дальше Теперь я В сторону просто Другой ногой Полежали Другой ногой Другой ногой Другой ногой О! Вот мы с пола начинали И Поделки влево, вправо, влево Можете даже вообще не вставать Давай Вот круг просто Давайте вот так, чтобы попроще было Ноги не будут И вот тут Давай вот так Понятно? Вообще ничего не делать Просто влево, вправо Поделайте все Давай А на коленях поперемещайтесь Там Да, вас Давай Еще Давай Давай Да просто, блин. Только мы живем. Одинаково. А в одинаково что ли? Красный. Одинаково что ли? Да. А я думал, у меня... О! И сам. Нормально. У меня. И все. Да. О! 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 Почему мы так помогаем? Давайте попробуем. Вау! Молодец! Вау! Молодец! Вау! Молодец! Вау! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...